Дорогие друзья, всем доброго времени суток! Меня зовут Евгения и вы на моем парфюмерном канале. За последнее время я протестировала много разных ароматов и новинок, и нет, и хочу как раз-таки об этом с вами поделиться. И давайте без долгих отлагательств будем начинать, а вы, кстати, не забывайте подписываться на канал и ставьте пальчик вверх. Давайте начнем с первого аромата. Это не новинка, но для меня это был просто аромат-открытие. Аромат на самом деле 2015 года выпуска от бренда Giordano Benesser, который называется Sandal Emiro. Это великолепный, великолепный аромат, но он для меня вишневый. Он для меня открывается вишней с сандалом, сухой, слегка сладковатой, очень-очень притягательной вишней и с сандалом. В принципе, аромат этим и заканчивается, то есть на мне он так монотонит все время, потом пока просто не сходит на нет. Но он великолепен, он такой приятный, он такой нежный, такой при этом вот вишня создает большую, ну так скажем, приземленность. Но она сухая, она сладкая, а мира как раз-таки создает что-то такое возвышенное и необычность аромату придает. Мне аромат очень понравился и спасибо Карине с канала Алиса Блэк за, так сказать, наводку, да, потому что в целом этот аромат мне очень-очень понравился. Хочу офлаконить и в принципе этот бренд достаточно по демократичной цене продается в Ривгош 100 миллилитров в районе 6,5-6 тысяч рублей за большой 100 миллилитровый флакон. В общем, аромат понравился. Вишня с мирой, сухая, сладковатая, потрясающий аромат. Следующая история это про Джо Малон, это уже ореховая история. Мне, этот, об этом аромате я услышала от Анжелики с канала Пола Лэнд и этот аромат называется English Oak and Hazelnut. Аромат 2017 года, это из их линейки в светлых флакончиках в прозрачных колоний. Аромат мне на самом деле вот на старте очень понравился. Он слегка терпковатый и зелено-ореховый. Вот когда вы раскалываете или начинаете пережевывать какой-то зеленый недоспевший орех. Вот какой-то такой вот парфюм. Мне он очень понравился, но, к сожалению, на моей коже он ушел в больше мужскую такую одеколонистую историю. Но при этом аромат очень достойный, причем шлейф достаточно приятный и стойкость, кстати сказать, очень на высоте 5-6 часов. Но на мне, к сожалению, в мужскую историю он ушел, поэтому прохожу пока мимо, но это был очень интересный опыт. Ну и следующая наводка, опять же, также от Анжелики, это Эден Фоллс от Миколев. Это уже как раз-таки новинка 2021 года. В синих, в таких прекрасных, очень красивых флаконах. И здесь вообще я не могу этот аромат как-то точно описать. Здесь и фрукты, и свежие ноты, и вроде акватические, и древесные. Он такой необычный. И с одной стороны, там такое большое сплетение нот, что их все описать, понять, разнюхать, да, очень-очень сложно. Но аромат классный, он интересный. И я его пробовала тоже на себя. Он действительно, несмотря на такую необычность и смесь разных-разных нот, он достаточно такой вот позитивный и легко носится. Об этом как раз-таки и говорила Анжелика, что носит его с легкостью. Мне тоже так показалось. Очень классно. Интересный аромат. Попробую заказать от Левант и разносить. Мне кажется, на весну он будет очень-очень хорош. Ну и дальше пройдемся по новинкам. Это новинка от... Я бы сказала, что это вот прям 100% весенний аромат. Это выпуск 2021 года. A Drop DC от Isseymi. Это история вообще про легкость, про воздушность, цветочную пудровую сирень. И потом этот аромат немножко успокаивается и немножечко даже замыливается, я бы так сказала. Но это вот такая, знаете, каждодневная рабочая лошадка, которая поднимает настроение. На старте мне он вообще очень понравился. Это такая нежнейшая пудра, нежнейшая, такая вот как мука просто, перемолотая в муку сирень, слегка с цитрусовыми нотами и с воздухом. Потрясающе очень понравился. А вот именно на старте. Потом аромат немножко успокаивается, чуть-чуть замыливается и становится таким люксово-сладковато-свежим. Но аромат действительно очень достойный и цена у него бюджетная. Мне кажется, что как вот на каждый день аромат для поднятия настроения и чтобы никого не задушить, это вообще просто идеальный вариант. Единственное, мне не понравилась упаковка. Парфлюбители меня поймут. Он в такой как каплей сделан, да. Не зря он называется дроп, да, капля, либо капля, либо бросать, что-то такое. И это очень не очень удобно хранить в шкафчиках с большим количеством парфюмерии. И сам пульверизатор дает такую струю, а не распыление. Поэтому тут как бы сомнительно, буду ли я его покупать или нет, но аромат действительно классный. Может быть, кстати, купить от Левант и пользоваться нормальным пульверизатором. И от Левант всегда с собой удобно куда-то носить, брать в сумочку. Следующий аромат тоже новинка 2021 года. Нироли энд Эмбер от Нарцисса Родригеса. До этого был аромат просто Эмбер, и теперь Нироли Эмбер. В эту всю историю с Амброй, с пудровостью, с ванилью Родригесовской, безусловно, прошу прощения, мускусом Родригесовским, добавили Нироли на старте. Такие сладковатые, чуть колкие, свежие, вот какая-то такая история. Но аромат, я на самом деле, честно говоря, пытаюсь все-таки найти у этого бренда для себя какой-то аромат, но пока-пока никак не получается. Не могу с этим мускусом подружиться, он меня просто-просто душит и во время носки раздражает. Хотя я слышу его с других людей. Классные ароматы действительно дают очень приятный шлейф, но тем не менее. В общем, я предприняла еще одну попытку подружиться с этим брендом, и как раз-таки Нироли Эмбер мне показалась отличной идеей. Попробовала на себя, действительно на старте Нироли, который переходит в древесность, в мускусность, в пудровость и ванильность. Аромат очень приятный, теплый, тягучий, очень женственный, классный. Но опять вот этот мускус, не могу никак подружиться все-таки с этим брендом. Но аромат, вот если абстрагироваться от меня, просто аромат, то он мне, в принципе, понравился. Следующий аромат, это уже у нас с вами опять история нишевая. Буквально пару дней назад заглянула в космотеку и послушала аромат от бренда Etat Libre d'Oranche, который называется The Ghost in Shell, призрак в доспехах. Я специально, вообще, кстати, у всех этих ароматов, я не смотрела ноты на фрагрантики. И все-таки, мне кажется, лучше сначала свое впечатление составить, а потом уже смотреть, читать об этих ароматах. Поэтому я с вами как раз-таки делюсь своими первыми впечатлениями, на которые еще не наслоилась история, когда начитаешься уже об этих ароматах, начитаешься отзывов об этих ароматах. Поэтому говорю как есть. Вначале я не поняла, почему Ghost in Shell, все-таки призрак в доспехах, да, такая история очень интересная. Потом, через день, когда я начала анализировать аромат, я поняла, что это действительно призрак в доспехах. Сейчас объясню, почему. В первых нотах этого аромата, при первом нанесении, первых брызгах, первом облачке, это вот действительно как призрак, как какое-то очень красивое, потрясающее привидение, призрак. Легкий, при этом колкий, немного опасный. Вот есть какое-то ощущение, знаете, легкости, свежести, воздуха, чуть-чуть цитрусовости, цветочности в этом аромате. Просто-просто потрясающе. Мне он очень понравился. Но через полчаса как раз-таки начинают проявляться доспехи. Аромат становится металлическим, немного, даже много колким, я бы так сказала. И действительно проявляются доспехи. И как раз-таки я поняла, почему Ghost in Shell, почему призрак в доспехах все-таки сначала, начало этого аромата стартует легкостью, женственностью, цитрусовостью, цветочностью, слегка пудровостью, вот какое-то вуаль, какое-то невероятное облачко. А потом появляются доспехи, колкость. Я, честно говоря, сказала бы, мне кажется, что там даже есть какой-то мох, тубовый мох, может быть. То есть вот эта вот колкость, она прям проявляется очень сильно. Аромат безумно стойкий, шлейф тоже невероятный, очень интересный аромат, в принципе, как и все у данного бренда. Следующая история, тоже у нас ниша, это Byreda, достаточно известный тоже бренд, и мной, и многими любимым. Это Mumbai Noise, аромат также 2021 года. Это аромат уже про травность, про такую тягучесть. И здесь все-таки проявляются достаточно явно какие-то зеленые нотки, как я просто немножко уже слышала от другого блогера об этом аромате. И тут действительно есть такие зеленые нотки, ну, так скажем, запрещенных веществ. И вот эта зеленость, пряность, слегка тягучесть придают аромату, знаете, такую расслабленность, но при этом он достаточно плотный. Аромат мне очень понравился, и мне кажется, что даже он был бы лучше для мужчины. То есть тут мужской половине человечества тоже стоит обратить внимание на этот аромат. Следующий аромат, это тоже у нас будет Jo Malone. Это их линейка 2021 года. Их аромат новогодний, лимитка, который называется Starlit Mandarine & Honey. То есть мандарин и мед, это лимитка новогодняя. Они сейчас ее распродают, я так понимаю, и больше ее не будет. Про что здесь история? Естественно, стартует цитрусами сладкими, классными. Потом аромат достаточно быстро трансформируется и становится сладко-медовым. Причем таким, не именно самим медом, не пыльцой, а какой-то чем-то очень таким медово-плотным. Вот, как будто это сами соты. Вот какое-то такое ощущение. То есть сначала цитрусы, да, мандарин, может быть сладкий апельсин. И потом уже соты, такие немножко тягучие. Аромат сладковатый, приятный в принципе, да. Но я просто не очень люблю мед в ароматах, поэтому этот аромат опять же проходит мимо меня. Следующая история, которая меня вообще никак не впечатлила и не зацепила. Это очередной фланкер, зеленый фланкер, Elicit Green Black Opium, который вышел вот буквально, я так понимаю, около месяца двух назад, уже в 2022 году. Бренд Yves Saint Laurent очередной раз выпускает кофейную историю. Слегка зеленый, слегка цитрусовый в начале, потом тот же кофе, сладость. Ничем не впечатлил, прохожу мимо. Ну и еще один аромат, который вот тоже, мне кажется, на весну будет классно. Это Mason Margiela, их линейка реплика, Macho Meditation. Здесь история про чай, про мачо. И вот когда вы только наносите аромат, вот аромат такой, что вот вы действительно чувствуете запах мачо. Вот сухой, перемолотый, возможно, кто-то его покупал, кто-то в каких-то напитках пробовал. Вот здесь как раз история про мачо. Потом он очень сильно заслащивается, но вот старт мне прям очень понравился. Хочу взять отливантик, попробовать его разносить. Мне кажется, вот чайная история с небольшой сладостью будет очень неплохо звучать весной. Аромат достаточно действительно медитативный, успокаивающий, спокойный. И работать с ним будет хорошо, и расслабляться, может быть, книгу почитать. Поэтому стоит обратить внимание, история очень интересная. Ну что, друзья, я надеюсь, вам было интересно. И я надеюсь, вы не забыли подписаться на мой канал. Обязательно смотрите новые видео. А я вам желаю здоровья и всего самого-самого лучшего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok